МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблема незаконного использования муниципальных земель не нова. Но если раньше соответствующим органам, в данном случае управлению Росреестра, необходимо было заблаговременно составлять и утверждать планы проверок, то после принятия постановления правительства страны в 2015 году порядок осуществления административного обследования должностными лицами был существенно упрощён. Совсем недавно сотрудники Росреестра выезжали по адресу Привокзальная, 3, чтобы проверить информацию о незаконном использовании городских земель. В результате проверки был выявлен факт нарушения закона. В указанном месте вместо одного официально зарегистрированного гаража находилась целая дюжина незаконных. Вот мы видим гаражи установленные, которые неоформлены. Неоформленность именно подтверждается. Вот у меня сегодня с собой, я специально взял распечатку с государства кадастры недвижимости вот этого момента. Вот мы видим границу, рядом автовокзал, рядом дом номер 3, Привокзальная улица. И вот между домом и границей автовокзала стоят ряд гаражей, которые мы сейчас определим, посчитаем. И среди этих гаражей один гараж только оформленный у нас проходит. Прибывшие на место сотрудники Росреестра осмотрели незаконные строения и опросили жителей. В ходе общения удалось найти владелицу одного из гаражей. Валентина Гулевич рассказывала, что свой гараж они приобрели с мужем ещё в 2000 году. Тогда оформили все необходимые документы и разрешения. Вот только информацию о том, что договор аренды с городом был заключён всего на год, упустили. Так и пользовались землёй, не подозревая, что разрешённый срок давно истёк. Так продолжалось до 2013 года, пока женщина не получила уведомления о необходимости продлить договор аренды. На тот момент она уже подготовила все необходимые документы, даже оплатила все долги. Женщине оставалось только заключить в мэрии Черкеска новый договор аренды на этот земельный участок. И можно было смело пользоваться своим гаражом на законных основаниях. К мэру города я уже давно планировала пойти. То одна проблема, то другая. Вот немножечко затянуло. Завтра, по идее, должен сын младше, на кого он доверенность написал. Мой муж постараюсь, чтобы он пошёл, написал заявление на мэра города. Уже дальше, в течение месяца, надеюсь, что в течение месяца будет всё разрешено в нашу пользу. Сотрудники управления Росреестра занимаются проверкой законности использования госземель не только в Черкесске, но и по всей республике. Помимо ведомства, этой деятельностью должна заниматься мэрия и органы местного самоуправления в районах. Но если с организацией этой работы в черте города дела обстоят хорошо, то в районах ситуация сложнее. Мы имеем право и проверяем по всей территории Карачао-Черкесской республики. Кроме того, что мы проверяем, проверку должны проводить муниципальные образования. У них должны быть отделы, муниципальный контроль. Муниципальный контроль выезжает так же, как и мы, проверяет земельные участки, и соответствуют они назначениям, если самовольные занятия этих земельных участков. Хотелось бы, чтобы муниципальное образование населённых пунктов проявляли активную деятельность в сфере земельного контроля. После проведения подобных проверок, в результате которых выявляются нарушения земельного законодательства, сотрудниками Росреестра составляется акт административного обследования объекта, который в течение пяти рабочих дней отправляется в орган земельного надзора для проведения проверки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Владельцам незаконных объектов выписывается штраф в размере 5000 рублей, что в 10 раз больше по сравнению с прошлым годом, и устанавливается срок для устранения нарушения от трёх до шести месяцев. С начала года управлением Росреестра по Карачао-Черкесии было составлено 144 акта административных обследований, в шесть раз больше, чем в прошлом году. Стоит заметить, что мэрией Черкеска также ведётся активная работа по выявлению фактов незаконного использования муниципальных земель. Стихийная застройка и самовольная установка нестационарных объектов на территории города являются одной из самых насущных проблем республиканской столицы. Торговые ларьки, гаражи и парковочные места – именно эти объекты чаще всего возводятся недобросовестными застройщиками. Специальный отдел мэрии борется с незаконными сооружениями, ведь такие объекты в абсолютном большинстве случаев подлежат демонтажу. Как правило, нарушители устанавливают незаконные сооружения в удобных для их использования местах, забывая о том, что земля, на которой возводятся разного рода объекты, является муниципальной собственностью. Тем не менее, мэрия города тщательно следит за законностью использования городских земель. Совсем недавно специалисты отдела производили демонтаж незаконно установленных гаражей по адресу Космонавтов 65. Напомним, что территория, на которой находились незаконные сооружения, была предназначена для строительства парковочных мест перед зданием новой школы, которая начнет свою работу уже в сентябре этого года. После устранения препятствий, строители, наконец, смогли приступить к выполнению проектного плана. Недобросовестные люди города Черкеска, связанные, устанавливают незаконные сооружения, чем мешают нашей администрации города проводить проектные планы, сдавать их вовремя. И мешают рабочей группе приводить эти планы, проекты в реализацию. Ещё одним примером активной работы сотрудников мэрии можно назвать демонтаж несанкционированной платной автомобильной стоянки, обустроенной частным лицом на муниципальной территории. Кстати, данная автостоянка также находилась рядом с вновь возводимой школой в 19-м микрорайоне, в ходе реализации проекта по строительству которой и вскрылся факт незаконного использования земель города. Почти 2000 квадратных метров эта муниципальная территория незаконно использовалась физическим лицом, начиная с 2007 года. Данный участок земли был предусмотрен для благоустройства зоны отдыха. Несмотря на то, что эта автостоянка функционировала незаконно, жители близлежащих домов с большой охотой пользовались её услугами. И даже негодовали по поводу её закрытия, сетуя на то, что придётся искать новое место для парковки своих авто. Как бы там ни было, постоянным клиентам пришлось смириться с тем, что стоянка была закрыта. Городскими властями был организован принудительный демонтаж незаконно размещенного объекта. После вынесения официального предписания о добровольном устранении стоянки, владелица объекта согласилась выполнить требования муниципальных властей. Но своё обещание всё же не сдержало. В итоге на место прибыла специальная техника – строительные краны и большегрузные автомобили. После чего начались работы по устранению незаконной автостоянки в присутствии представителей мэрии, силовых служб и работников электросетей. Любого нарушителя требований муниципальных правовых актов, регулирующих размещение объектов на данной территории, любого типа, стационарных, нестационарных, как нарушения, всегда результатом служит именно принудительная мера сноса. Потому что, во-первых, это всегда нарушение, это всегда мешает городским властям правильно распорядиться своей территорией для нужд и целей города, для горожан. Жителям дома Международная 8Б проблема незаконного использования земель также знакома хорошо. В их дворе был построен незаконный навес, и под ним были обустроены платные парковочные места. В то самое время, когда многие молодые мамочки жаловались на отсутствие детской площадки во дворе этого дома. По словам представителя мэрии, меры по розыску хозяина данной постройки начались сразу после обращения одной из жительниц этого дома. После установления владельца было вынесено предписание о добровольном демонтаже в срок, установленный законодательством. Но, увы, никакой реакции от недобросовестного хозяина не последовало. В результате мэрии города было вынесено решение о принудительном демонтаже этого навеса. К сожалению, город Черкесск действительно один из населенных пунктов, в котором горожане без соответствующей документации, без обращения в компетентные органы, действительно самовольно производят такие действия, как самовольная застройка, самовольное размещение нестационарных торговых, такого рода объектов, иных нестационарных объектов. И да, город плотно ведет работу по демонтажу этих объектов, потому что в любом случае принято решение по самовольному сторонам, они незаконны. Проблема незаконного использования муниципальных земель и стихийной застройки в республиканской столице является одной из самых острых на сегодняшний день. По данным специалистов мэрии, только за последние три года на территории республиканской столицы было снесено и демонтировано более ста единиц незаконных сооружений и построек. Мэрия города Черкеска напоминает, что нерадивым застройщикам следует помнить о серьёзных штрафных санкциях и грозящей административной ответственности. К незаконному использованию муниципальных земель можно также отнести и самовольные пристройки в многоквартирных домах. Подобные случаи нередки для столицы республики. Практически в каждом дворе Черкеска можно обнаружить подобные пристройки. Помимо того, что возведение таких объектов само по себе небезопасно, такое строительство в значительной степени меняет внешний облик зданий. Причём чаще всего не в самую лучшую сторону. Достаточно часто с такими вопросами жители республики обращаются в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева Черкесии. На прошедшем недавно в ведомстве приёме граждан Асия Цагова жительница Черкеска обратилась к министру с вопросом по самовольной пристройке в её многоквартирном доме. Я живу в многоквартирном доме в городе Черкесске. И в нашем дворе есть пристройки к первым этажам, к квартирам на первом этаже. Меня интересует законность таких пристроек. И что делают с теми, кто это сделал своевольно? Какие меры принимаются? Ну, вы письменно не обращались к нам? Нет. Давайте после того, как вы сюда выйдете, письменно обратитесь. Дело в том, что каждый конкретный дом, каждый конкретный случай надо изучать. То есть, есть определённый порядок, который регулируется жилищным и гергостроительным законодательством. Вообще, возведение таких пристроек возможно. При соблюдении определённого ряда условий. То есть, вот на предмет соблюдения этих условий мы изучим вопрос и дадим вам ответ. Руководитель ведомства пояснил, что возведение подобных пристроек возможно только при наличии соответствующих разрешающих документов и согласия других собственников этого дома. Согласно жилищному кодексу, земельный участок, на котором располагается многоквартирный дом, является общедалевой собственностью. Данный вопрос в обязательном порядке должен обсуждаться на общем собрании жильцов и должны быть собраны подписи для получения разрешения. В противном случае, согласно недавно вступившим в силу изменениям в градостроительном законодательстве, незаконно возведённые пристройки могут быть снесены в принудительном порядке. Ведь, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин